Великобритания, Германия и Франция намерены выйти из ядерной программы от 2015 года из-за продажи России тегеранам вооружения. Об этом сообщило британское издание The Guardian. В частности, Европа обвиняет Иран в нарушении соглашения и намерена отказаться от отмены санкций. Знаете, ну, отказаться от отмены санкций. Короче, санкции отменять не будут, если Иран и дальше будет вести себя таким образом. В соответствии с резолюцией ООН, которая закрепляет ядерную сделку от 2015 года, срок действия этих ограничений со стороны ЕС истекает 18 октября этого года. Подробнее об этом расскажет Кристина Домбронская. В 2018 году президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, у Вашингтона были доказательства, что Иран продолжает разработку ядерного оружия и тем самым нарушает соглашение по ядерной программе. В ответ Иран активизировал разработки по обогащению урана. А вот другие участники сделки – Германия, Франция и Великобритания – не решились выйти из соглашения. Однако сейчас эти страны готовы изменить свою позицию, пишет The Guardian, ссылаясь на анонимных дипломатов. Европейцев беспокоит продажа Ираном беспилотников России, экспорт ракет и комплектующих в Москву в будущем. Ожидается, что лидеры трех стран впервые объявят о планах выйти из иранской ядерной сделки, когда они подтвердят, что не собираются отменять санкции в отношении Тегерана, как того требуют соглашения. Из публикации The Guardian. Срок действия санкций истекает в октябре. Дипломаты ЕС и Великобритании обосновывают свое решение тем, что Иран сам нарушил договор. Согласно сделке по ядерной программе, Иран должен был избавиться от 98% запасов обогащенного урана и согласиться на инспекции МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В свою очередь, страны Запада должны пошагово снимать с Ирана санкции. В частности, ограничения касались разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Они также запрещали кому-либо покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты в Иран или из Ирана без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты опубликовали дополнительную информацию, подтверждающую, что Иран предоставил России сотни односторонних ударных БПЛА, а также оборудование, связанное с их производством. Украина и Великобритания также предоставили в ООН доказательства наличия иранских беспилотников, обнаруженных украинскими вооруженными силами. Россия не только закупила у Ирана сотни дронов, она также сотрудничает с Ираном в производстве этого оружия на территории России. Действия России и Ирана нарушают резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Также Тегеран продолжает работать над обогащением урана для создания ядерного оружия. Ранее МАГАТЭ в ходе проверки обнаружила следы урана на трех незадекларированных объектах. В связи с этим в ноябре 2022 года организация приняла резолюцию США и Евро-тройки с призывом к Тегерану следовать обязательствам в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, МАГАТЭ потребовала от Ирана незамедлительно объяснить происхождение ядерного материала. В ответ президент Ирана Ибрахим Райси заявил, что его страна не готова к уступкам на переговорах по ядерной сделке. «Они нарушили соглашение и не выполнили свои обязательства. Вопрос сделки стоит на нашей повестке дня. Мы обязательно проследим за отменной санкцией. Мы не покинули стол переговоров». Переговоры о восстановлении ядерного соглашения 2015 года между Ираном и Западом остаются в тупике. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на иранских и западных чиновников, Вашингтон тайно провел переговоры с Тегераном. Речь шла якобы об ограничении иранской ядерной программы. В частности, Тегеран должен согласиться не обогащать уран свыше 60% и освободить некоторых американских заключенных в обмен на то, что Запад разморозит миллиардные активы. Госдепартамент США проверк сообщение. По словам главы ведомства Энтони Блинкина, Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.